Ну что, всем привет! Это снова мы, проект в движении. С вами Галина Калягина и Артемий Котков. Сегодня жара, поэтому мы на воде, но не забываем про спорт. Галь, не забывай еще педали крутить, а так поплыли. Хорошо, хорошо, поплыли. Ну что, лето нам дарит не только жаркую погоду и идеальный загар, но и массу спортивных событий. Вот, например, на спортпорте прошел большой спортивный фестиваль. Да, поэтому плывем сейчас прямо туда. Галя, это моя группа. Нет, да я отдохну уже. Нет, я уже набегался. Нет, это я набегалась. Работаем вообще-то. Да? Ага. А, ну, да-да, всем привет, мы уже на спортпорте. Мы на спортпорте, и сегодня участники соревнуются в самом масштабном спортивном фестивале. Сразу в 50 видах спорта. Да, здесь очень много локаций, мы пройдемся по каждой из них и покажем, что здесь представлено и какие виды спорта здесь есть. Погнали? Ну ты иди, я отдохну пока. Ну хватит сидеть, пошли уже. Пойдем. Итак, что следует узнать о фестивале «Самый спортивный 2021»? Во-первых, это самое массовое событие лета в постковидный период. А во-вторых, разнообразие видов спорта позволяет найти занятия по душе. Параллельно с фестивалем проходит забег «Зеленый марафон». Перед стартом надо размяться. Если хотите по спорте, но я скажу наконец, кто себя выразил в спорте, тот молодец, тот молодец. Бегать, скахать. Сувыркаться. Каждый обязан уметь. Нужно лишь только собраться. И захотеть, и захотеть. На территории стадиона расположились сразу 50 площадок. На каких-то из них нужны скорость и реакция. А где-то напротив надо спокойно посидеть и подумать. Ну или кому-то научиться играть. Почему? Все понятно. А что выиграл? Уже будет вот так, вот так. Стаешься? Да. Пока мы играли в шашки и стреляли из лука, ну или учились играть в шашки и стрелять из лука, стартовал забег. Самое главное событие на этом спортивном празднике – это беговой «Зеленый марафон». Да, если мы посмотрим назад, увидим, сколько здесь зеленых человечков присутствует. И все они бегут на трех разных дистанциях. Три, два, один. Главная дистанция на 10 километров, но есть и другие забеги для детей и участников с ограниченными возможностями здоровья. На спортивный праздник многие пришли с семьями и с друзьями. Одни улучшают собственные рекорды, другие просто наслаждаются пробежкой. Я хочу, чтобы люди прививались к таким мероприятиям, чтобы они любили спорт, были за спорт. Мне это помогает свои проблемы решать. Спорт, бег. А то начнутся вредные привычки. То есть у меня это свое. Мне бегать нужно. А пока все участники марафона бегут свою дистанцию, мы идем дальше. На очереди капоэра – бразильское боевое искусство. А что ты такое делаешь? Мастер-класс по барабанам. Так, а это относится к капоэре, я правильно понимаю? Это все станции капоэры. Так, а расскажи мне про этот вид спорта. Что это такое? Капоэра – это смесь акробатики, танцев, музыки, акробатических элементов, боевого искусства. Пять в одном. Никогда не поздно начать. У нас есть ученица, ей 56 лет, и она с нами наравне делает все колеса, все сальто и так далее. 56 лет сальто делала? 56 лет сальто. Но пока Тёма смотрел на красивое движение бразильского боевого искусства, я нашла себе подходящее занятие. Этот бассейн из крышек – экологическая акция фестиваля. Каждый мог пронести сюда свои крышки, и они отправятся на переработку. Ну а мы идем дальше и ищем что-то необычное. Галь, тут какие-то прям очень крупные ребята. Я думаю, что нам пока еще рано вообще к этому прикасаться. Я думаю, что да. Я тут нашел кое-кого побольше. Ну-ка, покажи. По накачанной. Смотри, какие ребята. А что они будут делать, Сёма? Это силовой экстрим. И знаешь, если даже присмотреться, у него рука больше, чем моя голова. Ну и в принципе я весь, как у него одна рука. А поднимают они сразу, например, четыре меня. Ну или может даже больше. Ну да, если вот посмотреть, он камешек лежит, 140 килограммов. Если даже наш общий вес сложить, не получится. Я предлагаю посмотреть, как они сейчас будут с этим справляться. Поприветствуйте! Человек первый раз это делает! Ножкой, ножкой, ножкой! Давай, давай, давай! Ногой, ногой, ногой! Бегом! Бегом, 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 бегом! 150 килограмм кололит! Быстрее, быстрее! Все, быстрее, быстрее! Быстрее! Давай, давай, давай! Пока мы бродили по фестивалю и знакомились с разными видами спорта, в силовом экстриме определяли самого сильного нижегородца. Веса, конечно, там запредельные. Тем временем забег завершился, и, как посчитали организаторы, в нем приняло участие 7 тысяч человек. Повторение цифр марафона. Беги, герой! Ну что, на спортивном празднике мы сегодня побывали, все активности посмотрели. Все, испробовали? Ну, почти все, остался последний момент, Галь, держись. Чем, кажется, я взлетела. Ну что, будьте в движении, друзья, вместе с нами! Ура! Ну, Галь, каково тебе было смотреть с высоты на всю эту атмосферу праздника? Слушай, просто замечательно. И вот, знаешь, жаль, что на руках носят только женщины, а то бы ты тоже смог лицезреть всю красоту фестиваля. И вот, кстати, насчет смотреть с высоты. Совсем недавно в Нижнем Новгороде прошел Кубок Мира по выстке. И эти спортсмены как нельзя лучше подходят под это описание. Слушай, соглашусь с тобой, а пока что смотрим сюжет про этап Кубка Мира по выстке. Конь Сир Флорет готовится выйти на боевое поле конно-спортивного клуба «Пассаж». До выступления этого красавца вестфальской породы меньше часа. Коновод заботливо обматывает каждую ногу специальной защитой. Нагрузка большая, так что о ногах нужно позаботиться. Со своей хозяйкой, всадницей Софией Анищевой, он приехал в Нижний Новгород из Москвы и готов показать, на что способен. Вместе с Софией они борются за призы международных соревнований – этап Кубка Мира и Кубок Губернатора. И вот их произвольная программа под музыку из кинофильма «Ла-ла-ленд». Нижний Новгород принимает этап Кубка Мира по выездке уже в пятый раз. И в этом году количество так называемых «большепризнанных лошадей» беспрецедентное – 25, что лишний раз подтверждает статусность и серьезность турнира. Состязаются лошади и всадники из России и Белоруссии. Приехали бы и из других стран, но всему есть объяснение. Есть граница, которая очень тяжело проехать. Мало того, что расстояния еще большие, там Польша, Прибалтика, ну очень сложные границы, а с лошадьми, ну если они по Евросоюзу ездят, там без границ, без всего, им, конечно, проще сюда проехать. Лучших участников выбирают судьи экстра-класса. Волнение у спортсменов вызывает присутствие пяти так называемых пятизвездочных арбитров. Это самая высокая категория судей, они работают на Олимпийских играх. Всего в мире таких арбитров 30, и 5 из них приехали в Нижний Новгород. Международные арбитры так любят турнир в Нижнем Новгороде, что, несмотря на все сложности, всегда сюда едут. На трибунах профессионалы и любители. Те, кто приезжают каждый год, и те, кто пришли посмотреть соревнования впервые. И кажется, зрители у этого вида спорта исключительно интеллигентны. Очень-очень нравится. Моим фаворитом как раз была предыдущая девушка, которая только что выступала. Очень-очень хорошая техника. Очень нравится ее единение с лошадью. Мне очень нравится, потому что я очень люблю лошадей. И лошади, как бы, я их понимаю. И лошади, мне кажется, меня любят тоже. И правда, знакомясь с лошадьми ближе, мы почувствовали, насколько они общительные. И даже не боятся самостоятельно представляться на камеру. Она уже рассказала. Так мы познакомились с лошадью Забавой, а уже потом узнали ее хозяйку Аллу Никанорову. Вместе они приехали из Белоруссии. Все, как обычно, на высшем уровне. Здесь всегда изумительно проводили соревнования. Мы всегда с удовольствием приезжали в Нижний Новгород. Нас здесь всегда очень хорошо встречают, нас здесь любят. Как бы, и всегда ждут. Ну, а мы тем временем возвращаемся к нашим героям. Грациозно, собрано и красиво они обскакали соперников. И по итогам выступлений за два дня Сирь Флорет и София завоевали Кубок Губернатора и серебро в этапе Кубка Мира. Спрашиваем, как им это удалось? Немного поработать с правильным тренером, с хорошей площадью. Конечно, это не так быстро получилось. Но мы старались. А победителем Кюра Большого Приза этапа Кубка Мира по выездке Стал московский всадник Евгений Шарангович. Надо сказать, что в ходе соревнований прошел и командный чемпионат России. Победителем в этой категории стала команда из Московской области. Всего же в соревнованиях с учетом детской, юношеской и взрослой категорий Участвовали больше 80 человек. И это был настоящий парад. Грации и стати. Ну что, крутое событие все-таки было. И давай обратимся к нашим телезрителям. Как вы считаете, какое событие было самым интересным? Кубок Мира по выездке, либо спортивный фестиваль? Свои мнения оставляйте в комментариях в соцсетях. Все адреса вот здесь, внизу экрана. И, Галь, знаешь, у меня возникает вопрос. Вот я смотрел много фильмов, смотрел много соревнований. И у меня возникают такие вот два вопроса. Первый. Как они могут усидеть на этой лошади? Второй. И еще управлять. А второй, как они с ней договариваются? Ну что, типа, лошадь, иди. Я думаю, что тебя ни одного волнует этот вопрос. И, в принципе, я знаю, как найти на него ответ. Ты имеешь в виду сейчас про азбуку спорта? Конечно, про азбуку спорта. Ну, слушай, я думаю, что мы в следующий раз можем попробовать. Но, раз уж мы заговорили о фильмах и о лошадях, мне сразу вспоминаются ковбои. И ты ведь понимаешь, что делали ковбои лучше всего? Конечно же, стреляли. Поэтому мы с тобой отправились на практическую стрельбу. И прямо сейчас наша рубрика Азбука спорта! С. Спортивная стрельба С. Спортивная стрельба считается одним из самых древних видов спорта. Его история начинается с момента изобретения стрелкового оружия арбалета и лука. В середине 14 века вместо них начали использовать огнестрельное оружие. Именно с того момента пулевая стрельба начала активно развиваться. Одним из первых в истории стрелковых турниров состоялся в Германии в 1432 году. А к XIX веку сформировалось более 700 союзов спортсменов. В России первые состязания прошли весной 1898 года в Хабаровске. С тех пор официальные стрелковые первенства проводятся в стране ежегодно и в различных дисциплинах. В 1896 году эта дисциплина впервые появилась на летних Олимпийских играх в Афинах. Изначально соревнования проходили среди мужчин. Женщины впервые были допущены к участию в 1968 году в Мехикамп. Российские стрелки впервые приняли участие в Олимпийских играх в 1912 году в Стокгольме. Первое выступление принесло олимпийские медали. А первое олимпийское золото завоевал Анатолий Богданов на Олимпийских играх в Хельсинке в 1952 году. Существует несколько разновидностей спортивной стрельбы. Практическая, где спортсмены усваивают и отрабатывают приемы. Стрельба осуществляется по статичным и движущимся мишеням из пистолетов и винтовок. И стендовая стрельба. Стрельнования проходят на открытых стрельбищах по летящим мишеням, тарелочкам. С теорией мы ознакомились, пришло время приступить к практике. Ну что, всем привет! Мы сегодня на стрелковом полигоне и будем испытывать на себе такой вид спорта, как практическая стрельба. И в этом нам поможет Георгий Борисов, инструктор по практической стрельбе клуба «Антей». Привет, Георгий, приветствую! Что мы сегодня будем делать? Мы новички, я только уж точно, может быть, стрелял пару раз за жизнь. Так что, что нам предстоит? Я пытаюсь вас удивить. Сегодня будем стрелять. Пойдем мы с вами изначально проведем вводную лекцию, это будет инструктаж. Потом мы с вами немножко попрактикуемся, постреляем по металлическим мишеням, а затем я вам небольшую строчную дуэль. Ну, тогда предлагаю, не тормозим и вперед. Все, пойдем. Пойдемте. Сегодня у нас с вами на столе четыре уникальных пистолета. Я к нему отношусь. Открываю затвор, не спускаю войск. И после этого американский смен. Контрольный спуск. Видел, либо держал в руках, либо имеет собственность. И накладываем. Наиболее, скажем, у нас стоят на херну локти у меня. Они никуда не играют. Опустил плечи танка, и она работает, соответственно, разноименно фактически у меня получает. Такие вот четыре правила. Я всегда отношусь к оружию как к заряженному. Никогда не направлю оружие туда, куда я не собираю стрелять. Всегда проверю, что спереди и сзади мои цели. И положу палец на спусковой крючок только когда я готов стрелять. Мы берем боеприпас. Вставляем туда и проталкиваем вниз. Прожимаем, вставляем. Прожимаем, вставляем. Вот цветная штука, она должна вылетать. Поэтому туда вот. Все понятно. Как тяжело-то. И надо выбирать, что тебе важнее, маникюр или зарядить. Магазин. Пятый? Пятый, да. Это потому, что ты кашу не бишь. Я сегодня не завтракала. Да, давай, смотри. Давай. Ай, молодец. Палец, палец. Палец, палец. Держи себя в руках, все хорошо. Сейчас. Все хорошо. Все. Это был выплеск адреналина. Давай. Ай, молодец. Классно. Вообще клево. Такие эмоции. Сложно что-то описать пока что, но пытаюсь это все сообразить в голове. Но я попал. Попал почти по всем мишеням. Так что классно. Сейчас дальше работаем. Смотрим, что будет. Это вообще просто лучшее, что я делала в своей жизни. Мне кажется. Получился секс. Вообще. Абсолютно. Тем, ну я думаю, я тебя здесь победила. Да? Да, ты уверен. Ну что, попрактиковались. Теперь самое время устроить дуэль и выяснить, кто лучше. На что спорим? Кто побеждает, выбирать следующий вид спорта. Я с тобой согласна. Пошла уже придумать следующий вид спорта. Ну, посмотрим. Пойдя, чтем. Посмотрим. Внимание. Корпус наклоним. Ай, красавец. И давай в левый. Только в левый. Ай, молодец. Оружие грузи. Я старался. Даже с моим зрением. Так и должно было быть. Не к черту, конечно. Это было три раза. Но я справился. Будем мы думать над новым видом спорта. Пожмите руки, пожалуйста. Ну что, я победил. Готовься. Я выберу интересный вид спорта. Нет. Поэтому готовься. Я так просто не сдамся. Ну, в следующем виде спорта у тебя будет шанс взять реванш. Так всегда говоришь. Ну, никогда у тебя это не получается. Спасибо. Итак, Тём, какой вид спорта? Скажи мне, мы будем пробовать на себе в следующий раз. Знаешь, я думаю, что это останется для тебя сюрпризом. Не люблю я, конечно, твои сюрпризы. Но точно знаю, кто был рад неожиданным гостям и подарку. Кто же? Мини-футбольный клуб «Торпеда». Открыли в детском школе-интернате номер один площадку для игры в футбол. Смотрим? Давай посмотрим. О том, как мечтали настоящие футбольные площадки воспитанники первой школы-интерната, лучше всяких слов могут рассказать вот эти мячи на крыше трёхэтажного здания. В азарте не всегда рассчитаешь силы. Футбол здесь любят. И мечта сбылась. Почти три недели во дворе школы шли монтажные работы. Новое поле для мини-футбола соответствует всем профессиональным стандартам. Такой щедрый подарок ребятам сделала нижегородская компания «Оргхим». Здесь же и дренаж, и основа, и песок, и щебень, и ковёр сверху. Поэтому верхнее покрытие – это только то, что уложено. Здесь, собственно говоря, ковёр клали несколько дней, а остальное делали две недели. Поэтому здесь вопросом выдержать любой дождь, как говорится, снег и всё остальное. На открытие футбольного поля приехали подопечные фонда «Жизнь без границ», так называемые трудные подростки, и даже футбольные звёзды первой величины. Чемпионки России, игроки клуба «Норманочка» и участники плей-офф Суперлиги России, члены мини-футбольного клуба «Торпеда». Когда столько футболистов собираются в одном месте, всегда получается игра. Я надеюсь, что вы проведёте здесь очень много радостных, счастливых, весёлых часов, я бы так сказал. Играя, осваивая эту игру, радость победам. Для первого турнира на новом поле гости и хозяева делятся на шесть команд. Игра идёт по всем правилам, со строгим судейством. «Атака! Нижград забивает!» Раньше здесь был песок. Ну, не то что песок, а земля твёрдая. При приземлении на локоть, на колено, появлялась рана. А сейчас, думаю, будет более удобней. Мне нравится, газон мотивирует, хочется играть. Хорошая игра идёт, ну, пас хороший. Там красиво галы залитают, бегать удобно, мяч плавно катится. Это прям такое счастье, радость, мне кажется, провести здесь открытие такой замечательной площадки. Я очень рада побывать здесь и поучаствовать в этом мероприятии. Болельщики горячо поддерживают игроков. Сегодня соперников нет, все своих. Ритм задают Уэснаш и Лосяня. С их лёгкой руки тут же организуется группа поддержки. Это наши новые возможности. С таким полем будет легче выиграть соревнования любого уровня. Футболисты, дети, которые занимаются футболом, рады, и они готовы заниматься им ежеминутно. В турнире победила команда с символичным названием «Команда 800», обойдя команду с не менее символичным названием «Барселона». Всегда бы так. Лучшие игроки турнира тоже получают заслуженные награды. Владимир – лучший вратарь турнира. Алексей – лучший нападающий. Александр забил самый крутой гол. Общее фото на память приглашённые звёзды и, возможно, будущие звёзды футбола, которые вырастут здесь, на этом поле. Ведь теперь ребята могут тренироваться хоть каждый день. Галь, знаешь, жду, что из этих мальчишек и девчонок вырастут настоящие чемпионы. И очень хочется надеяться, что они будут в составе именно мини-футбольного клуба «Торпедо». Ну а раз мы заговорили о чемпионах, самое время для нашей рубрики «Вне времени». И, кстати, сейчас мы расскажем о победителях в таком виде спорта, который похож на то, чем мы с тобой сейчас занимаемся. Чем я сейчас занимаюсь, да? Ты имеешь в виду кручу педали. Да, это велоспорт. И велоспорт всегда вне времени. Велосипедный спорт на Нижегородской, Горьковской земле ведёт свою историю с середины прошлого века. Основателем велосипедной школы и велосипедных традиций в Нижнем был Фёдор Иванович Тараканов. Первые успехи на международной арене связаны с именами Александра Кулибина, Юрия Гунишова, Владимира Голубева. В 1970-м наш земляк Валерий Лихачёв становится чемпионом мира в командной гонке на 100 километров. А в 1972-м в Мюнхене покоряет и Олимпийскую вершину. В конце 70-х зажигается звезда Юрия Баринова. Удивительное дело, но занятия спортом этому человеку были противопоказаны. Я диспансеризацию не прошёл. Сняли электрокардиограмму. Сказали, больше не подниматься с носилок даже. Показатель был инфаркт. У него ни одной заявки, подписанной врачом, нет. У него какие-то отклонения с сердцем. Все допуски на соревнования под свою ответственность подписывали тренера. Начиная от тренера области и кончая тренера сборной союза. В 1980-м Баринов становится победителем престижнейшей велогонки мира. Причём как в команде, так и в личном зачёте. Она проводилась в день победы. И вот тогда, в 1980-м, я выигрываю, ну это было просто не это, что-то сверхъестественное. Два немца, Людвиг и Петерман, по сторонам у меня стоят. Я на пьедестале. И, конечно, гимн, который просто прошибал до слёз, конечно. В том же, в 1980-м, на Олимпиаде в Москве, Баринов совершил настоящий спортивный подвиг, пожертвовав личными амбициями. Сработал на победу своего партнёра по сборной СССР Сергея Сухорученкова. Он обеспечил победу Сухорученкову. А это получалось, что я как бы жертвую ему, ну, ради победы страны. Сам Баринов стал бронзовым призёром Олимпиады. Следующую медаль Олимпиады, тоже бронзовую, завоюет ещё один представитель Нижегородской школы велоспорта – Александр Колобник. Это произойдёт в 2008-м в Пекине. Также в его копилке серебро чемпионатов мира 2007-го и 2009-го годов. Дмитрий Конышев – один из немногих велогонщиков, который обладает как титулом чемпиона России, так и титулом чемпиона Советского Союза. Он серебряный и бронзовый призёр чемпионатов мира, победитель этапов многодневок Джеради Италия и Тур де Франц. На сегодняшний день лидером по подготовке профессиональных велогонщиков постаётся ВЫКСА – детско-юношеская спортивная школа ВЫКСУ. Секции велоспорта работают в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Бутурлине, Дальнем Константинове, Набару. Тём, всё-таки много было интересных событий в этом месяце, а в следующем, я думаю, будет ещё больше. Расскажешь? Да, у нас, например, будет очень крутое событие. С 4 по 12 июля в Нижнем Новгороде пройдёт чемпионат Европы по современному пятиборью. Тём, а что входит в современное пятиборье? Слушай, туда входит 5 разных видов спорта. Это бег, это фехтование, это стрельба, это конкур и плавание. И почти все из них мы попробовали с тобой в «Азбуке спорта». И правда, фехтование попробовали, бег попробовали, стрельбу даже попробовали. Остался конкур и плавание. Да, и плавание я могу тебе обеспечить прямо сейчас. Ты очень добр, Тём, но я, наверное, вынуждена отказаться. Да. Ну, слушай, там ещё пройдёт очень крутой матч. Это будет отборочный матч чемпионата Европы по регби, где сыграют сборная России и сборная Португалии. И на него вот надо обязательно сходить. Я вынуждена согласиться и позвать всех вас, чтобы вы тоже там побывали. Ещё бы не согласилась. Да, я думаю, что нам нужно будет плыть ближе к берегу, да, и можно уже, наверное, прощаться. Но сначала надо напомнить, что оставляйте свои комментарии в наших соцсетях, предлагайте классные темы, не забывайте ставить лайки, не жалейте лайки. Да, адреса вот здесь вот все внизу экрана. Подписывайтесь, комментируйте. А с вами были Галина Калягина и Артемий Катков, мой проект в движении. Всем пока! Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!